как сама дорогая община надеюсь вы помните что согласно 23 главы книги книги вайкра или левит значит шаббат это праздник и у нас вам среди всех среди всех праздников он назван первым даже впереди пессаха то есть это его значение поэтому давайте мы встанем и помолимся богу пересечением торы драгоценный небесный отец да будет благословенно имя твое божие благодарны за твое присутствие за то что ты любишь посещать твой народ благодарим тебя господи за тору написанное слово и благодарим себя господи за и шоа господь который есть живая тора и он есть мессия твоего народа божия и он есть путь истина и жизнь драгоценные шо мы просим чтобы ты говорил духом своим нашу жизнь господь наш дух господь и научал нас господь и сегодня и завтра и третьего дня божий господь как нам жить как ходить перед тобой как служить боже и как прославлять твое имя амин итак мы сегодня сегодня мы изучаем очередную главу торы значит она называется трума или приношение и эта книга исход 25 глава 1 стих 27 глава 19 стих то есть 25 26 27 глава практически до конца книги исход вот и она называется трума приношения и кажется там говорится о приношении но на самом деле там говорится о мешкане или более известным о скинии вот оба слова не переводится как шатер вот или шатер откровения с 25 главы вот именно сегодняшнего дня начинается разговор о мешкане и он будет продолжаться до конца книги исход то есть 15 глав посвящены только созданию мешкана и заканчиваются они тем что божья слава наполняет этот переносной храм который всегда находился среди божьего народа такое особое внимание значит к этой теме говорит о том что мешкан занимает ну какое-то очень важное значение для господа и для его народа который только что вышел из рабства и он несет в себе ну большие и глубокие мысли вот а учитывая то что мешкан вспоминается на протяжении всей библии и заканчивается это 21 главой книги откровения то есть предпоследней главой то есть это говорит о том что такие да нам надо внимательно присмотреться что обозначает мешкан да или скине для божьего народа давайте посмотрим что говорит тора о назначении мешкан и так исход 25 глава с 1 по 8 стих и сказал господь моисею говорят скажи сынам израилем чтобы они сделали мне приношение то есть трума от от всякого человека у которого будет усердие принимайте приношение мне у которого будет усердие обратите внимание то есть здесь есть акцент вот приношение которое вы должны принимать от них золото и серебро и мете шерсть голубую пурпурную червленую весон козью и кожи баранья красная и кожи синие дерево сетим елей для светильников ароматы для или помазания для благовонного курения камень оникс и камни вставные для и фода и для наперсника и устроят они мне святилище и буду обитать посреди них что мы видим мы видим что бог хочет чтобы народ устроил ему место где он будет обитать особое место вот и для того чтобы изготовить это место значит который будет отражать какие-то аспекты скажем так небесной славы божьей значит нужны были драгоценные вещи начиная от золота и заканчивая тканями значит драгоценными камнями и так далее на мешкам ушло 29 талантов золота очень почти 30 это порядка тонны золота и три с половиной тонны серебра так что вы понимали что это было сооружение такое очень интересное вот таким образом таким образом что мы видим мы видим что бог хочет чтобы было святище он хочет находиться среди своего народа и что интересно что это как бы вся библия говорит нам о том что это характерная черта это вчера это это в характере нашего бога желание обитать среди народа мы среди своего народа среди своего творения то есть творец желает общаться со своим творением непосредственно мы это видим в образах общения бога с адамом и евой мы это видим в 17 главе книги брейшит или бытие когда бог обещает аврааму что у него будет много потомков и он будет их богом то есть богом не просто богом где-то там вдали неким абсолютным знаете вот об тем богом который есть личность который имеет чувство у него есть доброе чувство к своему народу и он будет богом то есть он будет непосредственно общаться со своим народом вот и вниз вот это время пришло уже да вот и вот в 19 главе мы сейчас 25 главу книги исход изучаем а в 19 главе когда он их вывел из египта и бог говорит вы видели что я сделал египтянам и как я носил вас то есть народ божий да как бы на ориных крыле и принес вас куда себе это желание нашего творца друзья мы всегда должны это помнить о том что в желании в сердце нашего бога есть желание общаться со своим народом в целом и общаться конечно с каждым из вас и следующий момент что мы видим значит кроме желания творца общаться со своим творением мы видим что он является инициатором он сам сказал не на русал господи давайте мы тебе сделаем да он сказал друзья устройте мне святилище это также для нас символ и понимание того что мы грешное творение мы никогда не желаем там особенно знаете общаться с творожными творцом отцом светов значит толку в ком нет абсолютно никакого греха и нет никакой неправды значит и послание она говорится о том что люди они если они любят свет они стремятся к свету но для того чтобы свет в них появился надо чтобы бог коснулся чтобы бог коснулся значит сердца значит людей еще рассказал что никто не приходит ко мне если не привлечет его отец небесный поэтому мы можем только возблагодарить бога за то что он призвал нас на этот праздник а мы имеете сердца ожесточенные против него мы откликнулись на его призыв и мы пришли значит сюда и мы находимся в доме божьем само строение книги шмот как бы тоже сообщает нам некоторые сведения назначение скинии вот смотрите с 1 по 15 главу значит книга исход шмот значит говорилось о том как бог вывел евреев из рабства с 15 по 20 16 по 24 говорилось о том как он да ну говорилось о законе как он как он даровал закон то есть если первое первое вот эти 15 глав это выход из физического рабства да значит следующий раздел говорит о как бы просвещение народа то есть 25 главы до 40 то что мы будем изучать в дальнейшем здесь говорится о мешкане о устройстве и о предназначении и мы видим целом если суммировать это все мы видим что это все то есть мешкан он предназначен для того чтобы творение грешное творение могло приблизиться святому богу то есть здесь идея какая восстановление отношений между творением и творцом мешкан несет эту идею друзья мы всегда должны помнить что идея восстановления отношения между творением и творцом она проходит через всю библию то есть все что в библии есть она в рамках этой идеи то есть было бог сотворил прекрасных людей они значит ушли от своего творца они согрешили и это реально значит это самый большой грех неверие это самый большой грех это не слушаться бога и соответственно для того чтобы прошло ну чтобы восстановить отношения значит вот человечество должно было пройти определенный путь и вот мешкан это тоже один из элементов этого пути восстановление отношений между человеком и между богом а еще это есть естественно мы это знаем это это есть действительно истинное воплощение то есть это 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 та личность значит которая позволила нам восстановить отношения в полной мере а мешкан это прообраз еще мы это увидим дальше таким образом сама композиция книги шмот она говорит что главное это все таки не главная потребность народа даже не физическое освобождение от рабства и даже не просвещение вот но прекращение отчуждения отчужденности отчуждения человека и бога да то есть восстановление отношений это главное теперь сам мешкан три главы все эти три главы они посвящены очень подробному описанию здесь вот я попросил чтобы чтобы я не читал вам да значит вы увидите насколько подробно господь описывает создание мешкана там все учтено и сколько шестов и сколько там досок и какие шкуры и какого цвета и какие покрывала и там описано даже каждая петелька и каждый крючочек которые нужны для того чтобы покрывала соединялись между собой бог очень подробно шаг за шагом значит крючочек за крючочком говорится там в общем одно вещи за другой он описывает как создается мешкан и естественно каждое что-то имеет какое-то значение я не буду останавливаться там знаете там чтобы означает пурпурно там или значит там голубая кожа или значит там весоновое покрытие я просто скажу то что как бы основные вот эти вот вещи которые ну важны как как мне кажется что которые мы должны понимать сам мешкан представлял собой переносной храм он делался из позолоченных досок где-то сантиметров по 90 такие доски были они значит они соединялись между собой значит представлялись то стояли на серебряных подставках там внизу два шипа было потом были совсем с трех сторон были такие шесты вот значит и это был можно сказать такое деревянное деревянное сооружение примерно 15 метров длиной 5 метров шириной и 5 метров высотой она состояла из двух половинок десять метров первого и 5 половину 1 10 метров было святая святых и значит то есть это было святое и 2 половинка 5 на 5 и на 5 это было святое святых вы в святом стояли когда мы заходили на право то есть на север значит там был стол при хлебов предложения там 12 любовь постоянно туда приносились значит и слева был светильник или минора прямо был вход в святое святых и рядом стоял жертвенник жертвенник для курения каждый из них Естественно, он имеет свое предназначение, имеет свою символику. И, естественно, мы помним, что когда Ешоан говорил, что «я есть свет миру», в том числе он говорил и об этом светильнике. Это сооружение было покрыто четырьмя различными покрытиями. Матерчатый, весон, шерсть и два ряда кож. Сверху были голубые кожи, они были грубые выделки для того, чтобы защищать от песка, от дождя. То есть он был голубой такой шатер, представили себе. Вокруг этого шатра было огорожено подворье длиной примерно метров 50-60, шириной где-то 25-30 метров. Вход был с восточной стороны. Итак, когда мы входили с восточной стороны, там были такие красивые не ворота, а завеса такая была, четырехцветная. Двор был огорожен белыми покрывалами. И в целом зрелище, конечно, было очень красивое, очень богатое, особенно в сравнении с невзрачными шатрами, в которых жили евреи. Это было очень впечатляющее зрелище. То есть там все было искусной выделки, все было золотое, серебряное, все было красивое. Вход сам был четырех цветов. Заходишь, там был жертвенник медный, естественно, даже не сомневая, что его надраивали, он сверкал. За ним был умывальник. Дальше был тоже четырехцветный вход в святое. И голубой шатер такой. То есть это было зрелище впечатляющее, которое, конечно же, оно несло в себе идею вот этой красоты небесного царства, которое как бы сошло на небо. Представляете, да? То есть все было очень красиво, все было очень впечатляюще. Но это с точки зрения эстетики. С точки зрения эстетики. Но самое главное, мы понимаем, что Мишкан, он нес идею, идею приближения к Богу. Вот, значит, и, значит, если мы видим, когда человек, израильтянин, заходил в Мишкан, первое, с чем он сталкивался, он сталкивался с жертвенником. То есть и само принесение жертвы, мы потом увидим, оно говорило, значит, о том, что первое, для приближения к Богу нужна жертва. Значит, и человек, он молился, значит, за эту жертву, и как бы грех перекладывал на нее. И эта жертва, она приносилась, соответственно, на этом жертвеннике всесражение, ну, или это были жертвы за грех, они приносились в определенном порядке. Бог установил этот порядок, они приносились в жертву к Богу. Кто-то умирал за грешного человека. Затем, значит, священник, то есть посредник, да, он входил во святое святых, он как бы представлял народ, колено, туда заносились, значит, хлеба, которые были свидетельством благодарности, значит, Богу за его милость в жизни Божьего народа, да. Значит, там был светильник, который обозначал, значит, и жизнь, и просвещение народа, да, было курение, это как бы, которое говорило о том, что, ну, о молитвах святых. Ну, то есть, это было как бы священное действие, которое священник представлял как бы свой народ, значит, и отношения между народом и между Богом он представлял в этих таких вот образах. Вот, и дальше один раз в году первосвященник мог заходить во святое святых, где находился ковчег. Вот, ковчег, это был такой, ну, не очень такой впечатляющий с точки зрения, ну, это деревянный ящик вообще-то это был, понимаете, звучит оно ковчег, но он был, правда, украшенный, на нем была золотая крышка, говоря, что оно было там золото толщиной с ладонь, на нем были херувимы обращенные друг с другом и с крылами обращенными друг к другу. Господь говорил с Маше, он говорил именно вот в этом месте. Вот, в ковчеге находилось, мы помним, по замыслу Бога там что должно было находиться? Скрижали, да, скрижали, на которых записано Божье слово, это декалог, да, или известный нам как Десять заповедей. Таким образом, то, что мы видим, мы видим, что был некий путь приближения к Богу, да, то есть надо было войти во врата Божьего святилища, надо было принести жертву, кто-то должен был ходатайствовать, кто-то должен был зажигать, кто-то был класс хлеба, воскурять фимиам, зажигать огонь перед Господом, да, кто-то должен был заходить, значит, икропить кровью, значит, ковчег. Все это несло огромный смысл, о котором мы будем говорить в дальнейшем. Я просто говорю о том, что это был путь, определенный путь, и сами вот эти вот завесы, потому что кругом каждое отделение скини был свой вход, значит, во двор один вход, в святое другой вход, в святое святых третий вход, и они назывались по преданию, они назывались путь, истина и жизнь. И поэтому, когда Ишо, он говорил о том, что он есть путь истинной жизни, то есть он есть тот, кто открывает путь к Богу, то, конечно, книжники фарисеи того времени, они цепенели от ненависти, потому что они понимали, о чем он говорит, они очень четко понимали, о чем говорит Ишо. 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 Ну, не знаю, как вам, мне это говорит о следующем. Мы часто просим Бога, чтобы Он открыл нам наше предназначение, понимаете, и на коленях, и на общих молитвах, и кто-то, значит, здесь, наверное, положил, Боже, я хочу, чтобы Ты открыл мне свое предназначение, мое предназначение. Кто я такой? Боже, что я для Тебя должен сделать? Ну, что я для Тебя должен сделать? Ну, я не знаю. Ну, что я для Тебя должен сделать, чтобы вот я узнал, кто я? Друзья, значит, я предлагаю всем быть в шаломе, мысленно открыть, значит, ковчег, посмотреть, значит, и увидеть, что наше предназначение, действительно, наше предназначение – исполнять Божьи заповеди. Аминь? Понимаете, о чем я говорю? То есть, вы смотрите, Ешо, он говорил, любите меня, исполняйте заповеди мои. Значит, посмотрим любое послание и апостола Павла, и Петра, и так далее, они делают некий богословский посыл в начале послания, да, а потом о чем говорят? Об исполнении заповедей. То есть, каким образом исполнять эти заповеди? Значит, когда Бог, вы увидите дальше, Он говорит, будьте святы, как я свят, на самом деле, там не надо, знаете, некие магические действия производить, чтобы так, ну, быть таким вот святым, понимаете? Там надо просто исполнять заповеди. И Тора, и, соответственно, Бритха до Шама, они учат нас исполнять эти заповеди. Мешкан – это переносное святилище, еще такая мысль, такой посыл, понимаете? То есть, это то, что, скажем так, это замысел Божий. Если мы посмотрим потом храм, который построил Соломон, он построил его по чьим чертежам? Давида, друзья, напоминаю, это были, это были не чертежи Господа, это были чертежи Давида, его отца. И он все в точности сделал, как начертил его отец. А это реально, это как бы, это нечеловеческое, это Божье, понимаете? И идея переносного храма, я так предполагаю, она несет идею, то, что мы странники и пришельцы. Это с одной стороны, понимаете, да? Мы увидим, что в дальнейшем, как бы, вот эта идея переносного храма, она перерастает в храм Божий, который осуществляется в Новом Завете. Значит, и, то есть, в общину Божью, да, в межпаху, вот, в церковь. Вот, и мы видим, что она в движении, то есть, это не нечто статическое такое, знаете, застывшее, вот, где все делается там, оно переносное. Меняются обстоятельства, меняется время, все меняется, понимаете, вот, и, соответственно, единственное, неизменным остается только Бог и его принципы, понимаете? Но мы меняемся, и мы должны меняться, вот, и еще такой момент, надо тоже не забывать, что идея странников и пришельцев, что земля так и сгорит в свое время. Вы помните об этом, да? Небеса свернутся, как свиток, а земля, и все дела, они сгорят, это написано в 2 Петра 3.10, я не выдумываю, почитайте. Вот, и еще такой момент, скиния, это, такое, знаете, то, что увидел, это не незаменимый, но не конечный результат. Если бы это было конечным результатом, то есть, вот, найти отношение с Богом и на этом успокоиться, и все. И полный такой, знаете, такой, знаете, мы все, мы в Боге, то есть, мы все легли, мы здесь или там смеемся, или плачем и так далее, понимаете? То есть, это просто тоже этап, этап, после которого надо что-то делать, и Бог же сказал своему народу, вы будете у меня царством священников. И никто не отменял этого, читаем Петра, но вы, род, избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и судьбы, и чудный свой свет, это 1 Петра 2.9. Да? Аминь? Вот. Итак, значит, тоже еще один момент, который как бы надо видеть, понимаете, и это является для многих камнем преткновения, может быть, даже для кого-то из слушающих меня сейчас, это идея о том, что Скиния, она всегда, или Храм Божий, он всегда находился посреди Божьего народа. То есть, вокруг был Божий народ. Там не были индивиды какие-то, понимаете? Там был Божий народ. Вообще, вся Библия, она несет идею Бога, и вокруг него, или вместе с ним, идею Божьего народа. Не отдельных святых, там, каких-то там, таких, которые бы ходили и всех учили. Это как иногда мы встречаемся с такими странными людьми, знаете, вот, которые ходят, у них обычно странные одежды, странные речи и так далее. Но они, как минимум, или апостол, или сам Ишоа, понимаете? Ну, то есть, эти странные люди, понимаете? То есть, нет такого. Есть Бог, и есть Его народ. И Брит Хаташа или Новый Завет делают еще интересный взгляд на Божий народ. Не знаете ли вы, что тела ваши, суть, Храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога? То есть, оказывается, мы сами, каждый из нас, это тоже в определенном роде Скиния. И далее говорится, это 1 Коринха 6,19, и 1 Петра 2,5. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть, мы одновременно из Скиния, каждый из нас, да, и вместе мы тоже составляем из себя Скинию. Аминь. То есть, вы видите, идея развивается. То есть, Бог в Новом Завете, Он видит, что и мы сами являемся живыми камнями, да, и мы как бы созидаем. То есть, мы как межпаха Божьих, да, как его община, мы созидаем Храм, Храм Божий. И согласитесь, что идея Божьего Храма, ну вот, из нас всех, она не несет в себе идеи свободных радикалов, да, то есть, неких отдельных святых, которые сидят дома и говорят, что у меня Бог в сердце, зачем мне церковь нужна, там не святые люди, там они несовершенные. Почему мне туда ходить? Друзья, нету в Библии такой идеи нету. Я в том числе, я говорю и тем, кто может быть, кто имеет такую идею, находится дома, слушает меня, но на самом деле, я еще раз акцентирую, нету Божий народ вместе, они созидают Божий Храм. И, ну, вы уже увидели, насколько Бог скрупулезно подходит, да, вот к созданию Скинии, поэтому я не читаю это. Я только напомню вам, что в 4 главе послания к Ефесянам, там говорится, где Бог говорит о именно вот о создании уже современной Скинии, да, вот именно церкви, вот в целом. Вот, и Он говорит, что в этой Скинии Он поставил одних апостолам, других пророками, иных евангелистами, пастырями, учителями, да, вот пятикратное служение, чтобы они, ну, чтобы они помогали нам возрастать, и чтобы мы имели характер Христов, то есть это их основное назначение. И дальше вот такие слова, вот, но истину любовью мы все возвращали в того, то есть мы как бы своим характером, мы были похожи на того, который есть глава Христос, мы были похожи своим характером на Ишо, да, и вот теперь смотрите, из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих крючочков, этих петелочек, да, похоже? Похоже? Вот, значит, при действии в свою меру каждого члена получаем приращение для созидания самого себя в любви. Оказывается, мы не просто там как-то вот созидаем из себя храм, а что мы за счет неких взаимоскрепляющих связей, да, вот, и связи, они различные, понимаете, это и то, что мы встречаемся на группах, и здесь мы встречаемся, это тоже связь, и молитва, это тоже связь, и помощь друг другу, это тоже связь, ну, я не перечисляю, но множество связей, понимаете, вот, и таким образом растет наш храм, растет наша скиния, вот, и растет храм Божий, да, и мы все больше и больше уподобляемся своему главе Ишо, вот. Аминь. Согласен. Значит, и что я говорю сейчас, и что осталось у меня последнее, смотрите, вот, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать, это из послания Иоанна, полная благодать и истин, и мы видели его славу, славу как единородного от Отца. Здесь слово обитало, если вы посмотрите, оно обозначает, оно произошло от слова скиния. Ну, значит, ну, или мешкам, да, вот, значит, и здесь говорится о том, что Ишо, он и есть воплощение этой скинии, а моего тело, понимаете, вот, и далее, и увидел я новое небо и новую землю, вот, вы уже понимаете, откуда я читаю, да, из Откровения, 21 глава, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И слышал я громкий голос, громкий голос неба, говорящий, си скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Вот, друзья, конечное воплощение вот этой Божьей мечты, скажем так, значит, которая началась воплощаться, вот, ну, как образом, которая явилась скиния, да, дальше мы видим, как она перешла в церковь его, да, в его межпаху, в его общину, вот, и в конечном, вот оно, воплощение, реальное воплощение, как оно должно быть. Это был совет и меня, и вас, Господь, чтобы мы шли по этому пути, вот, и в свое время мы это увидели, это воплощение, да, и каждому из нас Господь сказал, сходи, драгоценный, здесь вот Ешо приготовил для тебя вот эту вот обитель, вот, где вы будете обитать в вечность. Ну, это в свое время, я так верю, оно еще дали. Будете все вы крепки, здоровы, да благословит вас Господь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok